Всем привет! Мы в районе Неот Перес. Неот Перес расположен с южного въезда в город Хайфу и является самым молодым районом города. Но на слуху Неот Перес, потому что здесь расположена Кремниевая долина Израиля. Кремния здесь, конечно же, нет, зато офисов крупных IT-гигантов хоть отбавляй. И их сотрудники чаще всего выбирают этот район для жизни. Поэтому сегодня я попробую представить себя сотрудникам Yahoo, Intel или Google и посмотрю, как проходит их день. А вам об этом расскажу. Жизнь в районе Неот Перес тихая и комфортная. Здесь нет хаотичной парковки во дворах, потому что у каждого жилого комплекса есть своя подземная парковка. Здесь есть велодорожки, здесь приятно прогуляться вечером и днем и утром и в любое время суток, если честно. Нет нужды вставать рано. Большинство офисов компании IT начинают свою работу 9 утра. Но если у нашего сотрудника есть собака, то ее нужно выгулить. По всему району размещены вот такие коробочки с пакетиками для того, чтобы убирать за своими питомцами. Наверное, поэтому в районе Неот Перес настолько разительно чисто, в отличие от всей остальной хайфы. Детям сотрудника тоже не нужно вставать рано, потому что и школа, и детский сад расположены здесь же неподалеку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если наш сотрудник IT следит за своей формой, то в Неот Перес есть открытая площадка для занятий спорта. Она особенно хорошо подходит для воркаута. Субтитры сделал DimaTorzok А в плохую погоду или жару, которая для хайфы совершенно не редкость, можно отправиться в торговый центр и позаниматься в спортивном зале. Торговый центр расположен здесь же неподалеку. Наш сотрудник Yahoo, Intel или Google следует современным тенденциям и ездит на электрокаре. И как удобно, что его можно зарядить на специальной подзарядке для электрокаров от Tesla Super Charge, пока сам заряжаешься энергией в спортзале. Ну а теперь, когда собаки выгулены, дети в школе или в детском саду, машина заряжена, а тренировка прошла успешно, пора и в офис. Созданный в начале 70-х годов прошлого века научно-технологический кластер Matam является местом разработки самых высокопередовых технологий в Израиле. Тысячи специалистов ежедневно проводят здесь исследования и делают открытия в области медицины, нанотехнологий, кибербезопасности и многих других передовых наук. Работать здесь заветная мечта любого студента, которая легко может сбыться. Matam сотрудничает со многими ведущими вузами страны, в частности и с технеоном города Хайфы. Нередко его выпускники становятся сотрудниками корпораций Matam. Кстати, создатель компании Elron, одного из столпов IT-индустрии и электронной промышленности Израиля, Узия Галиль, закончил израильский университет Технеон, который находится в городе Хайфа. И хотя впоследствии он был отправлен от армии обороны Израиля в США, штат Индиана, доучиваться на новую специальность, он вернулся в Израиль, создал вместе с своими друзьями компанию Elron Electronic Industries. И первые приборы, которые они изготавливали, являлись приборы для подсчета эритроцитов в крови, а также оборудование для ядерных разработок. Пример стартапа Узия Галиле не единственный в истории Matam. Ежегодно здесь появляются сотни идей и стартапов, которые меняют этот мир к лучшему. А вот первой иностранной компанией, появившейся Matam, стал Intel. За ним потянулись и другие, более молодые, но не менее амбициозные проекты. Сегодня его влияние в культуре IT неоспоримо. И все равно в Израиле наблюдается сильная ориентация на поддержку смелых стартапов, инновационных проектов и очень глубокие системные связи с Калифорнийской Кремниевой долиной. А теперь давайте прогуляемся среди офисов компании единорогов, мастодонтов IT-сектора. И посмотрим, как это приходить сюда, в центр самых современных технологий в стране и в мире. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Здесь крайне низкая текучка кадров. Здесь созданы идеальные условия для работы. На месте есть все необходимое. Регулярный карьерный рост, обучение, зарплаты выше средних, прекрасная медицинская страховка. Также сотрудники отмечают, что немаловажно лояльное отношение руководства ко всем. Еще один неочевидный бонус работы в матами – это возможность наблюдать из окна Средиземное море и пообедать на его берегу. Итак, рабочий день заканчивается и, выпив тонну кофе, наш сотрудник IT отправляется домой. Но вечером в Meot Peres тоже есть чем заняться. Во-первых, можно отправиться в крупный торговый центр Azraeli Mall, который расположен здесь же, чтобы прогуляться по супермаркетам, совершить покупки в брендовых бутиках, либо просто поужинать в одном из многочисленных кафе или ресторанов. А после сходить в кино, чтобы посмотреть фильм в завершении приятного дня. А если со стороны фудкорта выйти на веранду, то можно поужинать с прекрасным видом на район Матам. Продолжение следует... Во-вторых, всегда можно отправиться на регулярно проходящий на стадионе имя Средиземное море. Сами Офера в футбольные матчи. Стадион имени Сами Офера является третьим по величине в стране. Носит он имя человека, пожертвовавшего на его строительство 20 миллионов долларов. Сами Офер – магнат, меценат и бизнесмен. Жил и учился в Хайфе. Начал здесь свой карьерный путь в должности курьера судоходной компании. Умер Сами Офер в 2011 году, Будучи одним из самых богатых людей Израиля и включенным в мировой список Форбс. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и наконец, если после рабочего дня хочется не хлеба и зрелищ, то наш специалист всегда может отправиться на прогулку по великолепному променаду Dada Beach. Такой классный Dada Beach пляж с широкой пляжной полосой. Здесь классно полежать на солнышке, позагорать, но можно и позаниматься спортом. Здесь можно отправиться на пробежку по променаду, заняться йогой, поиграть в пляжный волейбол, либо вообще на тренажерах привести себя в форму под открытым небом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вдоль променада стройным рядом протянулись разнообразные кафе. Здесь, помимо вкусных блюд в меню, вам будет предложен шикарный вид на море и морской бриз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в кафе. Здесь меню соответствует высокотехнологичному району Матан. Приносят его на айпаде. Есть возможность выбора языка и фотографии всех блюд. Можно выбрать, и тебе принесут то, что ты заказал. А если дети сотрудника IT-индустрии требуют развлечений, вовсе не обязательно ехать далеко. Здесь, в Неодперес, есть потрясающая детская площадка. Разрабатываемая в течение нескольких месяцев, эта конструкция имеет высоту 9 метров, представляет собой огромный футуристичный шар, внутри которого находятся 5 уровней. Взбираясь на каждый уровень, дети задействуют различные группы мышц и укрепляют их при этом. Добравшись до 5 уровня, дети могут отдохнуть в удобных бюмакас и полюбоваться панорамой района. Хотя вряд ли их она очень сильно интересует. Это очень надежная и безопасная конструкция. Таких площадок в мире всего 2. В Австралии и здесь, в Хайфе, в районе Неодперес. Помимо шара, есть и обычные развлечения для детей, вроде горок, качелей и лесенок. Как будто снова в детстве. Музыка. 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 Как и везде, на детской игровой площадке Неодперес установлен фонтанчик с питьевой водой. Поэтому дети, которые напрыгались, набегались на площадке, всегда могут прийти попить водичку, либо мамы наберут им в бутылочку. В обычное время площадка тентирована, но не так давно в Хайфе был ураган, поэтому тенты предусмотрительно были сняты со всех площадок. В ближайшее время их снова натянут обратно. Вот такой вот незатейливый и спокойный день, наполненный удобством и красотой. Удобство и красота – это два слова, которые характеризуют жизнь в районе Неодперес. Здесь сосредоточены все блага. Здесь красивая, благоустроенная территория, смертестрижены газоны, много зелени, детские площадки, магазины, шикарный пляж. Поэтому это идеальное место для спокойной жизни. В целом я хочу отметить, что район Неодперес из года в год повышает стоимость на аренду жилья и продажу. Но эта цена обусловлена, смотрите сами. Я надеюсь, что вам понравился мой рассказ, он был вам хоть чуть-чуть интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!